приветствую всех на моем канале кусочек по стогое освежу немножечко свой ремешок у меня значит вот такая вот досочка тоненькая и борта они срезаны вот так вот наискос здесь и можно было к примеру вот такой вот резачок проводить проводить вот так понимаете да хотя у меня есть вот он моторчик здесь кожаный диск для разных резаков здесь войлочные стерты уже это я использую для топориков свою кожаную линейку и погнали я люблю когда резаки вот здесь заужены заужены когда ты режешь ты должен низко опускать порой вот эти вот штуки они мешают и сбивают резьбу поэтому я стараюсь забить чуть глубже но заузить здесь мне не нужны здесь ни железки не ниточки она все отлично все хорошо держится я без клея я сверливаю дырочку и здесь у меня заточенная и я в чербачок когда потолще забиваю хорошо а потом уже под делаю ручку ручку уже делаю с стальным жалом уже когда вбита в чербачок потолще такой тогда только я начинаю стесовать ручку так что он забит хорошо и при оправке вот я практически опускаю его вот и проходит хорошо отлично хотя здесь есть уже вот такой вот момент знаете когда резак уже начинает за заворачиваться вот у опасные бритвы идет наоборот вот это вот штучка на наоборот выемка сюда идет из этой стороны сюда а когда мы вот так вот делаем то есть мы его как бы загибаем поэтому лучше всего чем чем больше будет наклон резака при при оправке тем лучше для остроты резака он будет входить глубже и будет острее гораздо хотя на этом топорике у меня уже присутствует такая такое закругление но ничего для такой резьбы она мне не мешает абсолютно ну я стараюсь так делать вот примеры у меня топор видите топор когда я заказывал у казнеца я ему сразу сказал сделай как на бритве вот такой вот чтобы заточка была съедена в эту сторону и здесь в эту сторону но и здесь тоже уже присутствует но зато здесь идет утончение и я топором могу работать практически как ножом видите вот это вот штука подпали сделается как ножом можно что-то тесать и работать топором вот о чем я говорю при заточке резака продолжаю резать но но если но но а